Шестая лекция в цикле, посвященном истории войны за независимость Израиля и ее предпосылкам. И в этой лекции, как я уже сказал, мне хочется чуть подробнее коснуться арабского восстания 1936-1939 годов. О нем я уже упоминал в первых лекциях этого цикла, достаточно бегло, но все-таки оно заслуживает более или менее отдельного рассмотрения. В конце предыдущей лекции я отметил, что созданный в 1936 году Верховный Арабский Комитет стал тем политическим инструментом, руками которого будет осуществляться или управляться арабское восстание. Что была создана также сеть местных национальных комитетов под эгидой этого форума и опять же под общим руководством Хаджимина Аль-Хусейни. Но, пожалуй, надо сказать, какого рода силами, чисто военными силами, все это должно было быть реализовано. Так вот, о военных силах. Первые выступления арабов против евреев, вооруженные, я имею ввиду выступления 20-21 годов и 2029 года, они еще не имели подготовленной военной базы. То есть, это были просто ножи, охотничьи ружья, дубины, камни. Если какое-то более или менее серьезное огнестрельное оружие было, то оно было не в больших количествах. Больше, так сказать, там действовала массовость этих нападений, особенно в первый период, 20-21 год, вообще их полная неожиданность, отсутствие еще какой-то эффективной самообороны у евреев. Но, начиная с 30-х годов, с начала 30-х годов, уже производится такая подпольная военная самоорганизация местными арабами. Создаются такие тайные группы джагидия, и они имеют три основные территориальные базы. Одна из них – это район Иерусалима, Хеврон, Рамалла, скажем так. И именно здесь выдвигается на первый план Абдалькадр Хусейни, племянник муфтия и сын снятого англичанами мэра Иерусалима. Другая территориальная база – это район Тулькарым-Калькелия-Шхэм. И третья территориальная база – это Хайфа и Нижняя Галилея. Начинают создаваться там эти тайные группы джагидия на базе разных скаутских клубов, спортивных организаций. Но уже производится такая более-менее организованная контрабандная закупка оружия из Иордании, из Ливана. Она не дает, быть может, потока, но дает довольно серьезное количество оружия, уже более полноценного стрелкового оружия, которого у арабов в 1929 году не было, за исключением, скажем, охотничьих ружей и относительно небольшого числа стволов. В соседних стран это оружие поставлялось сюда не только по каким-то там воровским каналам. За этим, в общем, уже там тоже стояла определенного рода идеология. И в соседних арабских странах пропаганда джиада против евреев и против сионизма велась еще до начала арабского восстания 1936 года. Поэтому, соответственно, и поставки оружия сюда не осуществлялись довольно таким, более-менее централизованным образом. То есть это были не просто какие-то тайные перекупщики, тайные перевозчики. Позже, уже в разгар восстания, к этому подключился также и Абвер, немецкая военная разведка. Не то, что она там прямо играла определяющую роль, но каналы транзита оружия и суда у нее были, в том числе и через Темплеров, местное немецкое население, но это произойдет уже позже. Теперь, в 1932 году в Хевроне, вот в контексте всех этих мероприятий, создается некая террористическая группа под названием «Зеленая рука». Потом она вскоре распалась. Позже возникла группа с названием «Черная рука». Тоже так, как в детских сказках каких-то из пионерского лагеря. «Черная рука, зеленая рука». Затем в районе Тулькары и Калькили возникает организация под названием «Бунтующая молодежь», «Шебяпас Саир», «Мятежная молодежь». Вооруженная группа «Молодая Палестина». В общем, так сказать, все это ранние 30-е годы. В 1933 году Табдалькадр Хусейни, который я уже упоминал, и вместе с ним Эмили Аль-Хури, они создают вместе армию священной войны. И эта штука, она будет играть определяющую роль как военная сила в годы восстания 1936-1939. И также это будет основная организованная сила палестинцев в ходе войны за независимость Израиля. До этого мы дойдем позже, когда уже будем говорить про саму войну. Но, в общем, структура эта появилась уже в 1933 году, то есть к восстанию они готовились за годы достаточно планомерным образом. Можно еще упомянуть, была такая банда, которая действовала в Галилее, и Азаддин Аль-Касем. Сегодня это имя всем известно, поскольку его носят боевые группы Хамаса, бригады Азаддин Аль-Касем они называют. Этот человек сам был родом из Сирии, таким был исламистом, палестинским, арабским националистом. Эта банда была уничтожена до начала восстания, и сам Азаддин Аль-Касем он был убит англичанами еще в 1935 году. Тут мы уже, так сказать, подходим к восстанию как таковому. И я надеюсь, что слушатели, те, кто слышали также и первые, мои лекции, помнят, что восстание это разразилось на фоне Пятой Алии. Пятая Алия, начавшаяся где-то в 1930 году, уже получила свой основной импульс, в 1933 году, когда нацисты приходят ко власти в Европе, и она была очень массовой, очень значительной. До 1939 года приехало четверть миллиона человек, 250 тысяч человек за несколько лет. И именно в те годы сионизм оказался абсолютно созвучен глубинным вообще процессом еврейской мировой истории. То есть существовала реальная объективная потребность спасения для миллионов евреев в Европе. Она ощущалась многими. И поэтому Алия, с одной стороны, была массовая, с другой стороны, темпы местного экономического развития позволяли ее принимать и поставляли даже требовать дополнительных квот, все время оказывая в связи с этим давление на англичан. Позже, в годы холохоста, реальное сионистское движение не могло сделать ничего. Там можно предъявлять претензии на тему пять человек сюда, десять человек сюда, но по сути дела уже никакого влияния оно не имело. Но именно в 30-е годы, в значительной степени, благодаря соглашению с нацистским правительством, которое было подписано Орлозовым, о трансферте, которое позволило немецким евреям вывозить свое имущество в виде германских товаров, это открыло для них реальную возможность отъезда, и темпы репатриации в те годы были очень-очень высокими. Я скажу простой пример. В 35-м году сюда приехало 62 тысячи евреев за один год. Люди, которые были здесь уже в годы большой Алии Советского Союза, помнят начало 90-х годов, когда было пару лет, когда достигало Алия почти 200 тысяч человек в год. Это очень много. Но это был Израиль, который уже и тогда насчитывал многие миллионы жителей. А тут Ешуф, сравнительно небольшой, в течение одного года принимает, что в 35-м году 62 тысячи человек. И понятно, что арабы смотрят на все это с неким паническим ужасом, потому что они видят, что ситуация начинает здесь кардинально меняться, еврейское население достигает уже 400 тысяч человек, это уже примерно треть, близко к третьему от общего населения страны. Бен-Гурен пишет Моше Шерету. Какой араб не знает арифметики настолько, чтобы не понять, что 60 тысяч репатриантов в год означает еврейское государство на всей территории Исраиль в обозримом будущем. Да, и действительно, они, так сказать, это хорошо понимали, и, так сказать, это и, собственно, больше всего и подталкивало их уже к открытой вооруженной борьбе. То, что к этому дело идет, ощущалось руководителями Ешуфа. И предпринимались попытки предотвратить эту вспышку насилия. Ну, понятно, никакая война, так сказать, евреям, сарамам была не нужна. Нужно было максимально использовать возможности мандата, максимально использовать, так сказать, эти миграционные квоты, которые существовали в те годы в довольно щедром виде еще, привести как можно больше людей. В общем, когда у тебя идет все так хорошо, так сказать, ты ни к какому конфликту не стремишься. И желая предотвратить, так сказать, эту вспышку насилия, Бангарин встречается с мусеалами, ну, таким палестинским деятелем, достаточно заметным, связанным с кланом Ль-Хусейни, такой, своего рода, местный арабский аристократ, встречи эти ничего не дали, да, они проходили в каком-то смысле в хорошей обстановке, ну, так сказать, как бы, но никакого результата они не дали. Этот мусеалами сказал Бангарину прямо, что и я, и все мы готовы, чтобы Палестина оставалась безлюдной и нищей еще сто лет, до тех пор, пока мы, арабы, не сможем сами своими руками развить ее и привести к прекрасному какому-нибудь состоянию, да, так сказать, только чтобы вы ее развивали, чтобы она стала вашей замечательной страной, нам не нужно. И говорить было, по сути дела, по сути дела не о чем. Это не единственная была попытка, так сказать, не только Бангарину, а также ряд других деятелей Шува, в том числе руководители Аганы, например, Ильяло Элят, Дуфас, Давид Акоэн и Йосеф Нахмани, они встретились с руководителями партии «Национальный блок», там был такой «Сюкри Аль-Катали». И результат был, по сути дела, тем же самым, да, так сказать, какое значение может иметь для нас экономический рост и прогресс, если мы не будем хозяевами своей страны, сказали представителям сианинского руководства, сказали представители этой арабской партии. И поэтому ощущение того, что дело идет, так сказать, к конфликту, оно присутствовало. И, как я уже сказал, сопровождалась такой энергичной пропагандой джиада, антиеврейского джиада в соседних арабских странах. Наконец, в марте 1936 года сюда приехал председатель Иракского парламента по имени Саид Аль-Хадж Таабид. И он здесь просто в открытую уже, казалось бы, да, официальное лицо из некоторой другой страны, он тут открыто выступал с призывами к джиаду, и механизм был запущен. В следующем месяце, в апреле 1936 года, начинается восстание. Начинается восстание, Верховный Арабский Комитет объявляет всеобщую забастовку, бессрочную забастовку. И где-то до октября, вот в период этих летних месяцев 1936 года, было убито 28 англичан, 80 евреев и там примерно 200 арабов, в основном англичанами. После этого англичане на первых порах реагировали довольно сдержанно, и даже стали сокращать иммиграционные квоты для еврейских репатриантов. Но в какой-то момент, так сказать, было достигнуто временное перемирие. Начался сбор цитрусовых, было объявлено негласное перемирие. В Палестину была отправлена британская королевская комиссия лорда Уильяма Пиля, которая должна была изучить ситуацию на месте, выслушать представителей сторон и, так сказать, опубликовать свои рекомендации. Не буду сейчас рассказывать историю их встреч, что они здесь видели. Я уже упоминал, так сказать, само это предложение, которое было сделано, а именно они предложили раздел. Они предложили, увидели, что две эти общины никак не могут существовать вместе. Предложили территориальный раздел. Евреям предлагалось меньше 20%. Это в основном прибрежная долина и Галилея. Все остальное, так сказать, арабам. В перспективе, кроме полосы, от Яфа к Иерусалиму и Бетлехаму, которая останется под английским управлением, я сейчас покажу карту, которую предложила тогда эта комиссия Пиля. Ну, давайте-ка я сейчас уже и покажу. Надеюсь, что она здесь видна, да, и что видно на ней, что вот темным, так сказать, Галилея и прибрежная полоса, совсем темным этот британский пояс, а все остальное было, предлагалось, предлагалось арабам с перспективой объединения вот этого государства, которое будет ими создано, с Транс-Иорданией. В этом состояло предложение комиссии Пиля. Да, здесь рядом вы видите карту, на которой отмечены земли, которые реально находились к тому времени в еврейской собственности и сельскохозяйственной обработке темными вот этими пятнами. Видно, что, в общем, эта комиссия Пиля более-менее ориентировалась на эту карту земель, за исключением того, что, скажем, Нагев, пустующий и имевший какие-то еврейские поселения, он не был включен в британское предложение. Теперь, даже на этой очень небольшой территории, которая, так сказать, предлагалась евреям, там существовало очень значительное арабское население. Там было примерно 300 тысяч арабов. И комиссия Пиля, британская правительственная комиссия, официально предложила произвести трансфер. выселить оттуда, на территорию арабского государства, 225 тысяч арабов. Параллельно с этим, для того, чтобы была некоторая видимость баланса, они предложили с той территории, которая отойдет арабам, выселить в еврейское государство 1225 евреев. Ну, понятно, что вещь, так сказать, бантик, да, по сравнению с некоторой массой. Там 225 тысяч, здесь тысяча с небольшим. Это было их, так сказать, официальное предложение. И когда оно стало известно, еще на первых порах даже из неофициальных источников, до официальной публикации, Бенгурион и Вейсман за это предложение, как я уже говорил, они просто ухватились. Да, так сказать, официальное предложение трансфера, все возможности по приему репатриантов в ситуации, когда просто миллионы евреев Европы ждали любого возможности оттуда уйти. И, несмотря на то, что были очень, так сказать, возражавшие еврейские группы, Синницкий Конгресс решил, уполномочил Бенгуриона и Вейсман навести переговоры с англичанами на основе этого предложения. И потом, когда оказалось, что, в общем, англичане сами от него отказываются, и они не готовы, так сказать, как бы сделать это основой своей политики, Бенгуриону очень трудно было с этим смириться. Он вообще, надо сказать, до последнего момента отказывался в это поверить и все еще думал, что это предложение сохраняет какую-то актуальность. В итоге, как я уже сказал, англичане сами, именно потому что и арабы категорически отказывались, и, в общем, они решили, что они не готовы производить своими силами этот трансфер, этот раздел, и они слезли с этого предложения. И Бенгурион в 1957 году говорил, если бы предложенный Пилем план раздела был осуществлен, история нашего народа была бы другой, 6 миллионов евреев в Европе не были бы убиты, и большинство из них жило бы в Израиле. Как любое сослагательное историческое утверждение, оно, конечно, так сказать, как бы довольно сложное, так сказать, такое спекулятивное, подвешенное. Были бы это спасены именно 6 миллионов, даже если это были бы не 6 миллионов, даже если это были бы просто сотни тысяч, тогда же, так сказать, в течение короткого времени, если это был бы 1 миллион, 2 миллиона. Ну, там, понятно, что за 2-3 года, которые оставались до, так сказать, такой, как бы, уже активизации Второй мировой войны, не могли приехать все 6 миллионов. Но, с другой стороны, если сюда приехал бы миллион, может быть, у немцев появилась бы идея, окей, этот канал возможен, выдавить туда, да, так сказать, еврейское население. Они же взвешивали там, выслалку в Мадагаскар и так далее, то есть, в общем-то, это не то, что эта фраза, она абсолютно оторвана от действительности, хотя, конечно, понятно, что реально за 2-3 года сюда 6 миллионов человек не могли приехать просто, так сказать, никаким образом. Но спастись они, тем не менее, может быть, спаслись бы, если бы этот план устоял как реальное политическое предложение англичан. В сентябре 1937 года восстание возобновляется, так сказать, с новой силой, и оно продолжается после этого еще 2 года, до весны 39-го года. Когда восстание началось, то руководство Яшова и Бангурян, в том числе, они настаивали на такой очень сдержанной политике Яшова по отношению, то есть, не начинать контртерор, не вступать в активную конфронтацию по собственной инициативе. Называлась это политика сдержанности, в Лага на еврейце. Эта политика имела очень активных противников и в ревизионистском движении. В самой Агане многих чесались руки, в общем, так сказать, никто не хотел смотреть на вот это бесчинство арабских террористов и не предпринимать таких жестких ответных действий. Но, тем не менее, Бангурян пытался убедить своих соратников в руководстве НАТАИ и агиста ТРОТа, объясняя им, окей, в военном отношении нас атакуют. Должны понимать, мы наступаем политически. Мы политически самим фактом того, что в предыдущем году, в 35-м, приехало 62 тысячи человек за год, мы находимся в мощном наступлении. Наша задача не в том, чтобы сейчас там кого-то прирезать там или там на какую-то деревню совершить контррейт. Наша задача в том, чтобы сохранить максимально лояльные отношения с англичанами и добиться от них выполнения условий мандата. Англичане уже продемонстрировали в 29-м, в 20-м году свое желание каждый раз винить обе страны. Зачем нам, так сказать, подыгрывать этому? Пусть мы будем страной, которая там вот сугубо защищается и не вступает в активную конфронтацию. Дадим сделать эту работу самим англичанам, осознавая, что мы находимся в наступательном процессе, а не они. То есть в военном отношении нас атакуют, но в общем экономическом, демографическом, политическом отношении наступление наше. Но отстоять эту позицию он, так сказать, смог в 36-м году, в том или в той или иной степени. А в 37-м году, когда вот это все пошло по-новой, уже после того, как клопнуло это неофициальное перемирие, то уже, так сказать, это не работало. Эцель, который к этому времени национальной военной организации стал ревизионистским, то есть он уже был в это время под контролем, политическим контролем сторонников Жаботинского, он начал ответные акции контртеррора против арабского населения, в том числе в арабских национальных пунктах. И, можно сказать, до некоторой степени то же самое делала Агана, такие, так называемые, Плюгот-Саде, полевые роты Аганы, более избирательно, так сказать, но, тем не менее, тоже начались уже, как бы, началась более, в этом смысле, жесткая конфронтация, в том числе, с попыткой переноса военных действий также и на территорию противника. Но, главное, что англичане сняли перчатки, да, так сказать, когда это все снова вспыхнуло на восстание, они объявили вне закона этот Верховный Арабский комитет и все местные национальные комитеты, начались массовые аресты, этот Хаджимин Аль-Хусейни был вынужден бежать в Ливан, оттуда он, через некоторое время спустя, он окажется в Ираке, так сказать, а потом уже в нацистской Германии, но уже на стадии, так сказать, вот этой активизации 37-го года он вынужден был покинуть страну. Пик восстания пришелся на лето 38-го года, когда старый город Иерусалима и Бершева были в руках этих вооруженных арабских мятежников, и, в общем, так сказать, ситуация была очень острой, но в сентябре, именно 29-го сентября того же 38-го года было знаменитое историческое событие, подписано Мюркенское соглашение, да, у разделе Чехословакии. Соглашение это имеет для нас значение сейчас, потому что оно на время освободило англичан от опасений того, что вот-вот начнется война в Европе, и поэтому 29-го сентября было подписано оно, а в октябре уже сюда хлынули английские войска, и вот когда они сюда уже хлынули, эти новые английские воинские части, то тут они с этим восстанием разобрались уже совсем жестко, они, так сказать, просто начали в массовом порядке разрушать дома у арабов, стали сжигать урожаи, стали бомбить, использовать авиацию, артиллерию, в общем, так сказать, прошлись по ней по полной. Началось строительство так называемых тегартовых крепостей, ну, многие знают эти сооружения, они в разных местах Израиля существуют, самое заметное из них, пожалуй, это вот Латрун, там, где находится музей бронетанковых войск, был такой полицейский, военный инженер у англичан по имени Чарльз Тегард, он придумал вот такие полицейские крепости, строи для контроля над местностью, это бывали сооружения разных классов, там, первого, второго, там, я не помню, там, по-моему, было три или четыре разновидности, от сравнительно небольших, так сказать, для каких-то деревень, до таких мощных комплексов, как, например, Латрунский, там, Вдары, такой же, в Южном Хевронском Нагоре, еще в каких-то местах, значит, они начинают строить их, на первых порах, до 41-го года, они построили 44 такие крепости, потом всего было их построено 62 в разных местах, кроме того, они ставят границу с Ливаном, с тем, чтобы воспрепятствовать, так сказать, транзиту оружия и добровольцев, этих арабских вооруженных, строится там забор, так называемый добрый забор вдоль Ливанской границы, и страна, как бы, укрепляется, так сказать, активно используется сила уже против арабов, и к весне 39-го года это восстание было подавлено. Но именно после Мюнхена в военном отношении мощно подавив это восстание, опять же, Венгейт, Ночные роты, Аганэйда, все эти формы сотрудничества с Ешовым в противодействии этому восстанию, англичане, тем не менее, уже исходили из того, что им нужно любой ценой добиться политического замирения с местным арабским населением, подавить восстание, но сделать такие предложения, которые будут им, арабами местными, приняты, поскольку, так сказать, уже висела в воздухе угроза новой мировой войны, Эра Цесраиль находится на пути коммуникации с Дальним Востоком и Южной Азией, окрестный арабский мир был охвачен, в общем, некоторым солидарным движением по отношению к этому антиеврейскому джиаду, и англичане, подавив восстание, тем самым временем окончательно похоронили предложение комиссии Пиля, и, устроив некоторую видимость переговоров, публикуют с арабской делегацией, с еврейской делегацией по отдельности, публикуют свою третью белую книгу 17 мая 1939 года, про которую я уже говорил, так сказать, она просто содержала в себе категорически решительный отказ от их обязательств по мандату, да, означало, что страна в течение 10 лет превратится в арабское государство, а евреи навсегда останутся здесь в меньшинство, да, так сказать, предложение это было для евреев абсолютно ужасным, в политическом смысле оно перечеркивало все их надежды, и нужно сказать, что опять же, к тому времени, просто для общей картины, немножко из другого региона, события, в марте 1938 года состояла знаменитая Вианская конференция, которая по вопросу у еврейских беженцев из Европы, и стало ясно, что их ни одна страна не готова принять, единственным местом, куда вообще, так сказать, они могли в значительных количествах приехать, это было здесь, Рецисраэлем, при этом-то здесь была установлена жесткая квота на много лет, в общей сложности 75 тысяч человек, и все, и после этого никакой репатриации, никакой Алии, и в течение 10 лет Палестино-Арабское государство, то есть для евреев это была ситуация, в общем, так сказать, чудовищная, начались практически сразу атаки Эцеля на какие-то военные объекты англичан, и в общем, Агана тоже стояла на пути такой конфронтации, не только конфронтации в виде, например, кораблей с нелегальными репатриантами, которые уже к тому времени, это уже был некоторый факт, в этом смысле, сианинское движение, даже официальное сианинское движение, пошло на открытый конфликт с англичанами и стало организовывать нелегальную Алию, но так же оно было уже на пути, так сказать, к военной конфронтации, но началась, как мы знаем, Вторая мировая война в сентябре 1939 года, и она этот конфликт отложила, так сказать, Бангарион определил тогда политику, мы будем помогать англичанам в войне с нацизмом так, как будто бы нет Белой книги, и будем продолжать борьбу против Белой книги, так как будто бы нету войны в Европе. Фактически эту формулу поддержало и Жаботинский, и движение Эцель, Жаботинский вскоре умер в 1940 году, движение Эцель, единственная группа очень небольшая, которая отказалась признать эту политику, это была Лехи, я уже ее упоминал, но, в общем, это была очень, очень небольшая группа, подавляющая, так сказать, в своем большинстве, Ишов эту политику принял. Теперь, если мы говорим, так сказать, что они добились, рабы, так сказать, в ходе этого восстания, с одной стороны, они, ну, в общем, так сказать, обрекли эти миллионы европейских евреев на гибель, да, хотя бы гипотетически вариант их спасения, если бы там была принята, допустим, это план Пиля, или в какой-то иной форме, так сказать, сохранялась бы свободная миграция, хотя бы теоретическая возможность их спасения сохранялась бы. Но они также, в общем, очень сильно подорвали свои силы. Во-первых, все их политическое руководство было теперь в изгнании, да, это не один Хаджимин или Хусени, это очень много фигур, они вместе с ним со временем многие окажутся также и в Берлине, будут работать там в разных пропагандистских штабах Третьего Рейха, но факт, что их здесь уже не было, так сказать, они были, так сказать, рассеяны. Потери их в ходе этого в Астане составили 5000 человек убитых. Я упоминал, там была всякая внутренняя взаимная резня, разные партии одни с другими воевали, но тем не менее 5000 – это высокий уровень потерь, да, так сказать, для населения, которое там тогда было чуть больше миллиона, да, они выбрали в каком-то смысле себе неправильного врага. за 10 лет до столкновения со своим настоящим противником, которым, ну, объективно, было сионистское движение, они вступили в эту конфронтацию с англичанами. Англичане жестко их, так сказать, подавили, рассеяли их политическое руководство, спустили им довольно основательно кровь, и поэтому их собственных сил 10 лет спустя, так сказать, как бы нам окей, они устроили то, что устроили, но их собственных сил в 47-48 году не хватило для того, чтобы эффективным образом, так сказать, выступить против еврейского Ишува, даже при поддержке арабских армий, просто потому, что эти силы были растрачены ими, растрачены ими в ходе восстания 1936-1939 года. Ну, и естественным образом мы здесь подошли уже, так сказать, к теме следующей лекции, она будет посвящена тому, что происходило здесь в годы Второй мировой войны, ну, а эту лекцию мы можем считать законченной.